Несколько дней назад на этом самом месте, напротив спецприемника номер один, что на Симферопольском бульваре, мы брали интервью у гражданского активиста Веры Лаврешиной, которая требовала немедленного освобождения своих соратников Павла Шехтмана и Геннадия Строганова. Сегодня она сама арестована и находится в этом самом спецприемнике. И уже пошел шестой день ее сухой голодовки. Путинская система защищена полностью, а мы не можем доказать свою правоту. Против нас возбуждаются дела на каждом шагу и никакие доказательства с нашей стороны не принимаются. Система приговаривает к наказанию любому, кого только захочет. Вера Лаврешина – одна из самых непримиримых борцов с режимом. Где она, там задержание. С силовиками и судьями сотрудничать отказывается. По принципу с бесами не собеседую. В ответ получает административку. У безжалостной бандитской машины свой принцип. Не подчиняешься – будешь сидеть. Невзирая на возраст и состояние здоровья. Ведь знала, на что шла. И пусть воры разгуливают на свободе. Главное – революционеры в тюрьме. У нас, несмотря ни на что, человека можно схватить просто на улице и засунуть неизвестно куда, неизвестно насколько, несмотря на то, что он отказывается даже вообще иметь какое бы то ни было дело с органами, которые называют себя правоохранительными. И, тем не менее, нарушают Конституцию Российской Федерации каждый день в каждом городе, в каждом населенном пункте России, хватая на улице ни в чем не повинных людей. Людей, которые просто реализуют свое конституционное право. Ее увезли в больнице. Она звонила Андрею Новичкову. Она находится в седьмой больнице, лежит под капельницей. И она под конвоем. Вот. Но состояние, видимо, тяжелое. Потому что она Андрею говорила еще, когда ее... Она же начала голодовку сразу уже 15-го в ментовке уже... Когда ее задержали в тот день. Когда задержали в тот день. Вот. Она уже в суде говорила Андрею, что у нее кружится голова и что она чувствует, что, значит, она не выдержит 10 дней. Но, тем не менее, говорила она, я голодать должна. Верочка сказала, что она объявляет голодовку. Судья, приняв это сообщение, просто промолчала. Такого быть не должно. Судья, который выясняет, есть ли какие-то заявления, ясен ли его решение человеку, в отношении которого оно вынесено. Вот это вот такой момент, на который общественность пропускает уши сквозь внимание свое и не придает огласки. Судья так поступать не должен. А как фамилия этого судьи? Судья, который я осудил, я сейчас не могу сказать. Текли? Да, 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 вот он. Вот он должен был выяснить, понятно или нет, раз поступило такое заявление о голодовке. Здесь тем более он должен был вмешаться и пререагировать в соответствии с законом. В России волшебная стабильность. Голодают многодетные матери, голодают политические заключенные. Только Координационный совет молчит, как и общественность. Зато вовсю разговаривает Владимир Владимирович Путин. У нас демократия. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.